В Российской Федерации впервые куплены электростанции для майнинга криптовалют. Издание Коммерсант сообщает, что первым российским промышленным майнером стал бизнесмен Алексей Колесник. Он приобрел две небольшие тепловые электростанции в Пермском крае и Удмуртии. Сделка была заключена с ТИПлюс, крупнейшей частной компанией в сфере электро- и теплоэнергетики в России. На основе купленных ТЭС предприниматель собирается создать дата-центр и майнинговую ферму. Требования законодательства и сравнительно низкие цены на электроэнергию создают перспективы для развития дата-центров в РФ. Но, как отмечают аналитики, в данном случае может помешать низкая эффективность старых ТЭС. Алексей Колесник подтвердил, что рассматривает вариант с майнингом криптовалюты, но скорее всего на площадке в Удмуртии, тогда как основной проект создания дата-центра. В перспективе есть идея развить дата-центр. Это не только майнинг. К тому же есть закон Яровой о том, что информация должна храниться в России, а дата-центр – это обычная серверная комната, сказал предприниматель. Вариант с криптовалютой мы тоже рассматриваем, но до принятия законодательной базы вплотную заниматься этим не планируем, добавил он. МДК объяснил неудачное ICO плохой рекламой и пузырем криптовалют. В декабре прошлого года одно из самых массовых и популярных интернет-сообществ в СНГ МДК предприняло попытку провести ICO для создания новой платформы, ориентированной на UGC – User Generated Content. Сообщество сумело продать свои токены на 146 900 долларов при запланированном минимуме в 1 миллион. По словам директора по развитию бизнеса МДК Кирилла Банщикова, одной из причин неудачного размещения токенов стал пузырь криптовалют и большое количество фальшивых ICO, которые используются мошенниками ради привлечения средств. Он сообщил, что токенсейл проводился для того, чтобы рассказать о своей идее и проверить, понравится ли она людям, поверят ли они в нее. В итоге в ходе пресейла было собрано около 100 тысяч долларов. Мне кажется, что примерно такую сумму и может собрать хорошая идея, если не тратить огромные средства на ее продвижение. Наш токенсейл, исходя из отношения, потраченной на маркетинг средства и собранная сумма, получился одним из наиболее эффективных на рынке, сказал Кирилл Банщиков. Проект предпринимательницы из Беларуси собрал 200 тысяч долларов в криптовалюте. Проект Meet & Greet Me успешно завершил при ICO. Компания продала 420 тысяч токенов на сумму более 200 тысяч долларов. В планах – ICO, на котором команда надеется собрать 7,5 миллионов долларов. Meet & Greet Me – это глобальная платформа, позволяющая путешественникам найти персонального помощника из числа местного населения в любой стране мира и получить персональные консьерж-услуги. Проект был создан в 2014 году минчанкой Еленой Шкаруба, которая сегодня и возглавляет компанию-разработчика. Центр разработки Meet & Greet Me также находится в Минске. Meet & Greet Me вышел на пре-ICO 11 декабря 2017 года. Компания начала продавать токены под названием Welcome Coins. В будущем инвесторы могут воспользоваться ими разными способами – расплачиваться на более выгодных условиях за услуги внутри платформы или дожидаться, когда эти токены вырастут в цене, выйти с ними на биржу и обменять на другие криптовалюты или фиатные деньги, получив таким образом прибыль. Стартуют закрытые продажи токенов платформы для разработки инновационных проектов. 15 января начинаются закрытые продажи токенов DoGether – уникальной платформой, объединяющей в себе полноценный инструментарий для разработки инновационных проектов и проведения ICO. Уникальность проекта заключается в новом методе привлечения инвестиций для запуска стартапов. В то время как традиционный способ предлагает поиск стороннего финансирования, зачастую ничуть не менее длительный, чем последующий процесс разработки, принцип DoGether предлагает привлечение специалистов для командной работы и оплату труда токенами разрабатываемого проекта. Иными словами, инновационная модель DoGether предлагает пропустить привычный этап поиска инвесторов, вместо этого раздав роли соучредителей членам команды стартапа. Каждый участник проекта вкладывает в будущее совместного детища свое время и навык. Команда работает совместно, объединенная общей идеей. Оплата труда происходит в собственных токенах будущего предприятия. Это мотивирует генерировать действительно работоспособные идеи и привлекать талантливых специалистов для качественного сотрудничества. Ведь впоследствии, выводя стартап на ICO, члены команды могут надеяться только на собственный проект. К тому же, один и тот же специалист может трудиться на площадке DoGether в разных стартапах, и каждый раз оплата труда будет происходить с соразмерно потраченному времени и приложенному навыку. Для комплексной работы DoGether предлагает широкий упакованный цельный набор инструментов. Для поиска и привлечения специалистов доступна собственная биржеудаленной работы, для отслеживания различных версий – собственный контроллер, а также менеджер задач, облачное хранилище и мессенджер. Альфа-версия площадки доступна для широкой аудитории с декабря прошлого года. Все подробности о закрытых продажах токена DoGether, лицензии на использование платформы, а также о грядущем ICO вы найдете в ссылках под описанием новостного ролика. Белазы начали продавать за биткоины На официальном сайте белорусского производителя появилось предложение о продаже техники за криптовалюту. Напомним, что в конце 2017 года президент Республики Беларусь Александр Лукашенко легализовал криптовалюту на территории страны, что позволило компаниям продавать продукцию в том числе и за биткоины. Примечательно, что цены Белаз не приводит, но предлагает компаниям присылать свои предложения на почту до конца января. Издание «За рулем» предполагает, что это связано с частыми скачками биткоина. Согласно приблизительным подсчетам, самый доступный самосвал Белаз 7540А оценивается в 10 биткоинов, а Белаз 7510, способный перевозить до 450 тонн груза, обойдется клиенту в 640 биткоинов. Присоединяйтесь к нашему чату в Телеграм и подписывайтесь на наши странички в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, чтобы узнать больше новостей. Ссылки находятся в описании. В канадской сети KFC можно купить биткоин-баскет за криптовалюту. Канадская сеть ресторанов KFC объявила о том, что начинает принимать биткоин, но лишь ограниченное время и лишь в счет оплаты за одну позицию. Об этом сообщает CoinDesk. Этой позицией является биткоин-баскет, цена которого составляет 20 канадских долларов. Однако KFC не будет принимать биткоины в своих ресторанах напрямую. Вместо этого компания предлагает оплатить баскет через страницу платежного оператора BitPay. Биткоин-баскет доставляется по адресу, указанному заказчикам, за что взимается дополнительная комиссия в размере 5 канадских долларов. Желающим воспользоваться этим предложением стоит учитывать и собственную комиссию сети биткоина, которая составляет около 37,5 канадских долларов. Поскольку курс криптовалюты относительно канадского доллара постоянно меняется, KFC создали специальную страницу на Facebook, где можно найти актуальную цену баскета в биткоинах. Представитель компании сообщил, что сейчас KFC принимают исключительно биткоин, однако рассматривается возможность приема других криптовалют. Голосование CryptoRoyalty Awards продлено до 16 января. Сообщество CryptoDealers участвует в интернет-голосовании CryptoRoyalty Awards в номинации «Лучший канал по связям с общественностью». По решению организаторов голосование продлено до 16 января. Если вам нравится наш контент, новости, интервью, обзоры ICO и криптовалютного рынка, то помогите нам стать лучшими в 2018 году. Победа в голосовании, место в ТОП-4 CryptoRoyalty Awards позволит нам поднять качество контента на еще одну ступень. Это очень важно для нашей команды, и мы просим вашего участия в голосовании. Пройдите по ссылке, проголосуйте за CryptoDealers, и мы отблагодарим вас лучшим медиаконтентом в сфере блокчейна и криптовалют. Ссылка на голосование в описании новостного ролика. Для голосования требуется авторизация на Facebook.